Аль-Хамду лиллаху ассалату ассаламу аля Саиду Мухаммад. Очередной достоверный хадис. В данном случае свод хадис имама аль-Бухари. Ну, я взял Фатху аль-Бари – это многотомник. В моей библиотеке это 18-томник комментариев к своду имама аль-Бухари. Очень сильная вещь имама аскаляне, но это для специалистов. В самом своде хадис имама аль-Бухари под номером 41. И со смыслом и такой божественной информацией. Как я часто говорю, людям нравится найти, как что-то там пророк движение руки здесь сделал или на какой палец перстень наделал или какая бы у него была прическа. То есть, людям нравятся те вещи, которые не требуют от них усилий. Нужно просто какое-то время не бриться или просто с одной руки на другую что-то переодеть или в какие дни нужны ногти стричь. То есть, такие банальнейшие вещи, но так как они труда не составляют для человека и имеют отношение к сонне, поэтому люди прямо за них хватаются такой мертвой хваткой и сразу прямо вот им становится хорошо. То есть, дофамин подпрыгивает в голове, потому что результат получен сразу, как бы ты сделал что-то по сонне. Это да, за последние 27 лет, общаясь, находясь среди мусульман самых разных возрастов, самых разных судеб, самых разных национальностей, конечно же видишь то, что вот такое следование сонне, оно большого эффекта не дает, потому что нет глубины. И тем более, что эта сонна, это вызывает данная категория, то есть, те действия, которые пророк совершал как человек, это относится как сонна дузавая, то есть, нечто такое, дополнительное сонна, то есть, может какое-то там тысячное, тысячное, тысячное какое-то место это может заниматься по важности, но далеко не первой степени, даже не сотой степени важности. Что же касается тех хадисов, которые исчисляются тысячами и являются словами пророка Мухаммада именно как Божьего посланника, когда он дает информацию, которую может дать только Божий посланник посредством откровения, прямого откровения от Бога, посредством ангела Джибрила, то есть, получая ту информацию, которая нам, людям, она просто не дана о земном, о вечном. Данный хадис, он с одной стороны, информирует нас о том, что может сказать лишь Божий посланник, то есть, мы сами такой информации нигде никак получить не можем, никакими научными способами, приборами это вычислить невозможно. С другой стороны, в этом хадисе есть достаточно важные такие нюансы, смысловые, назидательные. Я надеюсь, вы их услышите. Пророк Мухаммад в заключительном Божьем посланник сказал «Идя ослама العабду, фахасн исламу, янг, фахасн, указательные. И оказывает, «Иди варпал, так называемый посланник» «Иди варпал, так называемый посланник». И за кадром, янг�, что камера, которые будут кончатываться, 數а лавра, и не ихносит, и они его раффал нет. И 2000 года, ими, и на метод все взафф, илаго, Кратенько, основной смысл. И если человек становится, можно сказать упрощенно становится мусульманином, но сегодня очень часто это выглядит, где-то это юношеский максимализм, где-то это противопоставление себя другим, некий конфликт с родителями, с обществом, не умение найти себя, здесь не об этом. То есть стать мусульманином, сам глагол – это проявить покорность пред Богом. И вот здесь даже, если человек под «эслама» понимает какое-то противоречие, споры, дискуссии, ненависть ради Аллаха, еще что-то, я уж не говорю о каких-то дикостях, постигать на чужое имущество или жизнь, но извините, это покорность Господу миров, милость которого безгранична и вечна. При том, что заключительным Божьим Посланником в Коране сказано – проявление Божьей милости для миров и сам Священный Коран – это божественное чудо, это тысяча аятов, удивительные смыслы. То есть человек, по сути дела, если он начинает проявлять покорность, покорность – тысяча аятов, десятки тысяч хадисов, они вне культур, вне континентов, вне возрастов. Они проникают в культуру, в континенты. И интересны, удивительны для самых разных людей, людей разных взглядов или разных возрастов. Каждый берет что-то свое, не кто-то ему приходит и говорит – вот такой Ислам правильный, брат или сестра, ты вот так делай, в рай попадешь. Не надо. Возможно, человек взял что-то для себя, что-то очень маленькое из Корана или хадисов, видит в этом пользу отлично, если он полезен для своей семьи, если он полезен для своих детей. Если вот эти вот маленькая-маленькая доля смыслов Коранических хадисов, которые он постиг, они сделали его лучше, более честным, более справедливым, более обязательным, более целеустремленным, более трудолюбивым, более счастливым, прекрасно. Великолепно. Он стал более полезен для общества, замечательно. Но не факт, что то, что он открыл для себя, будет также полезно и для другого. Другой национальности, другой культуры, другого возраста, другой образованности. Поэтому Коран – тысяча аятов, Сунна – десятки тысяч хадисов. Это просто океан великолепия смыслов, которые легко могут делать людей счастливыми в земной обители и способствовать их счастью вечным. Если человек становится покорным тем постулатам, которые были оставлены заключительным Божиим посланником, пророком Мухаммадом, есть шесть постулатов веры. Возьмите там мою книгу, можете «Как увидеть рай». Настоятельно рекомендую. Либо «Мусульманское право», первая и вторая части. Там это подробно. Так вот, шесть постулатов веры, пять постулатов религиозной практики. Человек читает, человек понимает, человек осознает, человек соглашается, человек начинает это практиковать. Отлично. Он проявил покорность. Уже первые шаги проявления покорности, он это делает не в угоду тому другому, не из мести, не из ненависти. Нет, он делает это пред Богом, пред Господу миров, пред Своим Творцом. Он понимает, осознает этот человек для себя, что пророк Мухаммад в этой череде Божьих пророков и посланников более 100 тысяч за всю историю человечества. В этой череде Божьих пророков и посланников пророк Мухаммад после Моисея и Иисуса он, пророк Мухаммад является заключительным и все, после него пророков и посланников больше не будет. Так вот, человек проявил покорность, он стал мусульманином, мусульманином, переводится как быть хорошим, быть красивым, быть уместным. То есть, его Ислам он прекрасен, его Ислам, это как раз к месту, он умеет, когда вещь кладется на свое место. Это как раз одно из определений мудрости, когда ты в состоянии положить то или иное на свое место. После всего есть свое место, но понять это очень часто мы с годами, приобретая жизненный опыт, начинаем понимать, что к чему. Так вот, человек становится мусульманином, мусульманкой, и данный шаг является хорошим преобразованием для него. То есть, человек становится обязательнее дисциплинирование, более трудолюбив, более чистоплотен. То есть, вот эти многие аяты и хадисы, они начинают постепенно, 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 лучик за лучиком, грань за гранью раскрываться в его повседневной жизни. В этом случае что происходит? При таком процессе, и духовном, и интеллектуальном, и физическом, при таком процессе преобразования, когда он уже запущен, Всевышний Творец всего сущего, Аллах, Всевышний Творец, прощает данному человеку за такой важный шаг, за такое серьезное, не мальчишество, нет, за такое серьезное преобразование, преображение. В любом случае человек будет подниматься ступень за ступенью. Это бесконечное стремление к совершенству, раскрытие для себя коранических смыслов или смыслов высказываний заключительного Божьего посланника. Трансформация этих бесценных смыслов собственной жизни, чтобы она становилась краше, мудрее, интереснее. Это процесс длиною в жизни. Но в данном случае человек уже запустил этот процесс, он сделал это осознанно. Так вот, процесс запустился, человек стал мусульманином, мусульманкой. Всевышний Творец прощает данному человеку. Все эти грехи, которые он до этого совершал. Здесь не говорится о том, что человек там грешил, там грешил и теперь прибежал, шахаду сказал, ему все простилось. Абсолютно нет. Если у него какие-то есть проблемы с законом, или он должен что-то кому-то вернуть, в любом случае за это ответит. И он кому должен вернуть, тому вернет. Но то, что в ней усил возможности, вот да, накопились у него грехи за прошлые годы или десятилетия. Всевышний за столь глобальное преобразование, с учетом с намерения человека, что это не временный процесс, это процесс повосходящий на весь остаток жизни. Всевышний за такое в корне преобразование человеку данному прощает все прошлые его грехи. В последующем, после этого, возмездием, воздаянием, каковым оно будет. Хорошее, человек совершил что-то хорошее на одну единицу, на десять единиц, на миллион единиц. Человек совершил что-то хорошее по отношению к своим детям, к целому подъезду, в котором живет, к целому дому, к целому району, по отношению к целому городу, целой нации, целое государство, в зависимости от степени на сколько. Так вот, если человек сделал что-то хорошее, на какое-то количество единиц благого, то есть, пред Всевышним это вот столько-то единиц благого, в личное дело человеку запишется десятикратно, человек совершил какое-то благодеяние, по отношению к своим детям, к своей жене, к своим родителям, к своим близким, к своему соседу, к своим сослуживцам. Он сделал это искренним пред Богом, сделал добрый поступок, абсолютно бескорыстно, просто так. Пред Всевышним это оценивается, например, в сто единиц божественного воздаяния. Отлично. Записывается в личное дело десятикратно, сто умножаем на десять, получается тысяча. В личное дело фиксируется тысяча. И удваиваться это тысяча может аж семьсот раз. То есть, невероятным образом. То есть, перед человеком, когда он становится, вот в нем включается процесс преобразования, веры, религиозной практики, он открывается и пред Всевышним, и пред жизнью, пред обществом. Начинает расти, развиваться. Его благодеяние – это что-то невероятное. Каждый его добрый поступок, правильный поступок, хоть при малейшем его намерении и рада, при его желании, он желает сделать что-то хорошее, десятикратно и это десятикратно еще до семиста удвоений и записывается в личное дело нам. Представьте себе, сколько мы богаты. Невероятно. Это просто чудо, божественное чудо. Часто ли мы себя чувствуем богатыми – это уже другой вопрос. Если же человек, он конечно же не ангел, где-то оступился, где-то на кого-то что-то наговорил, где-то накричал, где-то кого-то ударил, где-то кого-то так получилось, что где-то обманул, что-то не то слово сказал. У нас обычно больше всего грехов у нас с языком. А сейчас интернет, так там тоже. На кого-то мы что-то сказали, на кого-то наговорили, адрес несли. Ой-ой-ой, это страшные вещи. Эти страшные вещи, у каждого греха там своя степень греховности. Не дай Всевышний никому накопление этих нехороших грехов. Но все же, человек не ангел, стал он мусульманином, мусульманкой, но совершил какое-то злое деяние, что-то плохое. Малое, большое, у каждого что-то свое. Что-то плохое он совершил. Так вот, если он совершил что-то плохое, это плохое записывается один к одному и не более того. Плохое записывается один к одному и не более того. Хотя, возможно, если человек раскаялся, исправился. Об этом говорится во многих аятах, хадисах. Если человек раскаялся, исправился, конечно же, Всевышний простит ему. Здесь то же самое. Человек уже запишется его злодеяние один к одному в личное дело, не более, кроме как, если Всевышний простит его. То есть, кроме как в случае, когда человек раскается, исправится и Всевышний простит его. Жизнь – это процесс, интересный процесс. Если у вас есть семья, у вас есть дети, вы смотрите, как они растут. Это чудеса и это очень непростое испытание для родителей. У вас есть родители, внимание к ним, у вас есть работа, у вас есть какой-то профессионализм, который вы должны постоянно развивать. У вас есть тело, с которым вы должны работать, у вас есть интеллект, у вас есть душа. Во всех этих процессах нашего роста, развития уметь изучать аяты, хадисы так, чтобы они нам помогали жить более полно, чтобы они вдыхали, как в Коране говорится. Пророк призывает вас к тому, что вселит в вас жизнь, чтобы они эти смыслы оживляли, воодушевляли, вдохновляли. Это важно. И именно с таким настроем нужно это изучать, познавать и уповая на Божью милость, конечно же, практиковать. Валхамду лиллахи ромбил аламин. Валхамду лиллахи ромбил аламин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова